алина добрый день добрый день я рад приветствовать вас на записи очередного интервью и нам прислали очень интересный вопрос и тем более событийный ряд последних происшествий и сам говорит говорит сам за себя и так я напоминаю всем зрителям и слушателям нашего канала что вы можете помочь нашему развитию по реквизитам которые будут указаны в описании этого видео итак начнем с нашего первого вопроса алина как вы думаете что будет если завтра телевизионная пропаганда выйдет из строя но если мы гипотетически допустим что телепропаганда выйдет из строя наверное народ начнет медленно но верно трезвить но это будет происходить месяцы и годы но вы такого не произойдет потому что для этого нет никаких оснований и даже если кто-то как раньше все пытались сразить останкинскую башню каким-то техническим образом но это все будет быстро восстановлено поэтому на сказка вы часто пишите что вероятно после нынешней власти в том виде в котором она есть в россии может прийти к власти настоящая хунта что будет происходить когда к власти придет хунта как по вашему но мы в принципе уже практически живем в этом режиме только он будет более жестким и более конкретно практически власти силовики власти если раньше считалось хотя это тоже такая немножечко мифологии что есть одна либеральная башня другая силовая башня либеральной башни и в помине нет кстати теперь мы видим что это одни и те же люди вот вам медведь был либерал а вот он уже воинствующий гопник да то есть скорее всего мы имели изначально дело с мифологемами скорее всего здесь 20 лет происходит реванш условного гкчп консервативный реванш и силовики не собирались давать свои позиции режим хунты будет логическим завершением того что происходит сейчас но повторюсь по сути все будет то же самое только законы будут более жесткие все будет как говорится совсем не по-детски совсем по серьезному но другое дело что этот совсем завершающий шаг может стать и апопиозом распада сложившейся системы потому что в ней нет смысловых идейных ресурсов для дальнейшего поддержания она исчерпывает сам сам мое себя и через некоторое время я очень на это надеюсь у нее не останется и экономических и технологических ресурсов следующий вопрос он звучит так скажем риторически когда все это закончится я позволю себе его немножко дополнить я так полагаю наверное что тот кто его задавал имел ввиду то каков психический резерв власти населения мирового сообщества в сложившейся ситуации у кого сдадут нервы первыми как это будет происходить если это случится и так далее то есть каков внутренний запас энергии вот на человеческом уровне на всех вот во всех так сказать ипостася я хотел все-таки уточнить вопрос психический резерв здесь я не знаю какой психический резерв на западе он огромен я считаю а то это и есть реализация чтобы в ней был огромный 3 а внутренний вот глубинный человек тоже интересный вопрос а каков психический резерв сумасшедшего то есть нам кажется что сумасшествие это такой набутой пузырь который вот-вот лопнет да если сумасшествие есть в ней c0 является формой существования как мы теперь видим эта страна существовала за счет сумасшедших за счет сумасшедших идей до счет сумасшедших людей Дугин, к которому мы потом перейдем, это ярчайший пример, ну и сам, собственно, гарант, то боюсь, что психический резерв такого рода сумасшедших тоже, но если не безграничен, то огромен. Первыми падут, то, что называют, такой термин пограничники, первыми падут просто какие-то невротики, да, психический резерв общества, обычного нормального гражданина, который становится невротиком по ходу усугубления событий, он уже стремится к нулю. Люди на взводе, на взводе бизнес, на взводе бизнес, обслуживающий, собственно, режим, они уже начинают понимать, что они плохо закончат, но они не могут решиться на бегство, потому что, ну потому что они привыкли к хорошей жизни. Здесь тоже такая, как говорится, парадоксальная вещь, нас всегда убеждали, что жизнь цена сама по себе, но нет, современный человек отказывается от жизни без благ, и я его понимаю. Кстати, вот это образование, и вообще вот эта нынешняя рефия, и расизм как таковой возник из постоянного недостатка, из невротизированного болезненного человека, которому вечно чего-то не хватало. А как кому-то чего-то хватило, прошло очень мало времени, чтобы люди адаптировались к этому самому достатку и к этой самой цивилизации, и они оказались задавлены ресурсом, который получили, ну как бы, вот с непривычки задавлены ресурсом. Вот это общество, оно, да, его психический резерв, повторюсь, стремится к нулю. Мы теперь перейдем к такой немаловажной теме, как повестка и повесточники. Вы тоже часто пишите об этом в двух словах. Поясните еще раз вот для самого простого слушателя, что это такое, с чем это едят. Итак, что такое повестка, кто такие повесточники, и что, собственно, нас собой представляет эта повестка? Повестка – это некие актуальные тренды, которые могут, с одной стороны, как представляться какими-то западными институтами, но это реже. Это, скорее, исключение так, и здешними. Это чаще все такие моралистские тренды, это формат журнала «Огонек». Ну, представьте, что вам стучат в дверь и просовывают журнал «Огонек» образца, там, какого-нибудь 80-го года. И там написано, как нам обустроить Россию, что жить, то есть как жить, что чувствовать и так далее. Повестка – это своего рода антиполитика. Сейчас основной повесточный тренд – это покаяние, это чувство постоянной всенародной вины, это общая вина. И это то, что я постоянно критикую, поскольку, если это удастся навязать массам, то это приведет к реваншизму, который только усугубит свою очередь расшит. Потому что люди будут себя чувствовать обиженными, обманутыми и брошенными. Но этого не произойдет, потому что у нас не то общество, которое читало журналы «Огонек». Тут получается такое, что эти повесточники как бы работают друг на друга, убеждают сами себя, и мы имеем дело с таким индуцированным безумием. Они хотят, чтобы винился и каялся народ, а в результате они сами находятся в растерянных чувствах, винятся и каятся. Я тут не хочу тоже уходить в крайности, говорить о том, что никто ни в чем не виновен. Виновны. Но у виновных есть конкретные имена, конкретные звания, это конкретные исполнители конкретных приказов, это идеологи, это тот же Дугин, к которому мы сегодня еще вернемся. Ну, собственно, об этом вы можете читать у меня постоянно в Фейсбуке, в моих постах, в моих статьях в новых известиях. Там эта тема дана на разверну. Благодарю за такой подробный ответ. Мы перейдем к следующему вопросу. Если вы говорите, что разным формам протестного движения нужно сотрудничать, то этих сеслибов, псевдооппозиционеров, рассматривайте как возможную страту для переговоров. Если нет, то как будете дистанцировать их от такого движения? Раньше сказала бы нет, сейчас скажу да. Осталось очень мало людей, то есть вообще политических персон, политических субъектов на шахматной доске РФ и по пальцам, ни одной руки, ну, в общем, по пальцам перечитать их очень мало. Поэтому, да, я готова к взаимодействию со всеми, всех в конце концов можно переубедить, и надо уметь не конфликтовать, а договариваться. Окей. И самое интересное, какое впечатление произвело на вас Дугин в 90-х? Ну, во-первых, вот событие, то, что погибла ночь Дугина, это удивительное событие, оно взбудоражило даже такого. В стране ночи, как я, вообще проснулась в 3 часа ночи и зачем-то включила ноутбука, я, как правило, так не делала, какие-то плюиды. А тут вот такая новость, которая, в принципе, взбудораживала почти так же, как начало спецоперации. Это какая-то знаковая вещь, последствия которой нам ещё предстоит осознать. Что это было? Это был слип, слип своего, своими же, потому что, несмотря на пафос самого псевдопрофессора, несмотря на то, что западные издания называют его идеологом Дугина, кто-то совершенно серьёзно считает философом, а западные правы, секиарит Райта и т.д. тоже воспринимают его всерьёз, да, и, кстати, и путинскую политику воспринимают всерьёз. Это к вопросу, между прочим, о вине россиян. А почему так много поддержки путинской политики на Западе? Ну, ладно, это мы отвлеклись. Ну, так вот, несмотря на этот раздутый пафос, на самом деле Александр Гелевич ни на что не влиял. Просто идеология, простите, просто власть нуждалась в идеологии на всякий случай. Я сравнивала ГБшную власть с защёчным хомяком. Вот он в эти щёки вкладывает какие-то книжки, какие-то программы, какие-то концепции. Вот у него брошюра «Национал большевистской партии». Вот у него книжка Карла Шмидта, вот у него книжка Герона, вот у него книжка Дугина, вот у него уже работы Дарьи Дугиной, которая пошла в отца и по стопам отца. Но это не значит, что кто-то всё это читал всерьёз и воспринимал всерьёз. Просто тот избыток финансового ресурса, который есть у власти, позволял на всякий случай создавать вот всю эту лакулатуру, которую, уверенно, можно сравнить с огромным количеством томов Ренина, которым заставляли партийные бонзы в своей библиотеке. И вот теперь, когда спецоперационная история заходит в тупик, потому что она не имеет хорошего, внятного разрешения, это становится понятно всем, и когда, возможно, вопрос идёт уже о замерении, то есть уже власть понятна, что придётся замеряться, им совершенно не нужны такие активные люди, как вот эта та же история, что в своё время произошла. Это та же история, которая, возможно, произойдёт с условным Стрелковым. Я уверена, что Стрелков как раз обслуживает власть и исполняет роль такого псевдо-бунтовщика, но в самом деле он никакой не бунтовщик и действует по приказу. Поэтому я говорю условного Стрелкова, то есть появится ещё один такой Стрелков, с ним произойдёт подобное. Подобное может произойти с психопатом Мельчаковым. Я думаю, целью данной истории, данного убийства, которое можно назвать ритуальным или сакральным, как они сами любят, вот эти традиционалисты, говорят, за что боролись, на то и напоролись, целью была не Дарья, а сам Александр Дугин. Но вышло как вышло, ведь у них всегда всё выходит коряво. Они ничего не умеют. Вы представляете, они даже не умеют убивать. Ну вот, собственно, это внутренние разборки, которые, конечно, будут свалены на украинцев. Ну вот, украинцы, на мой взгляд, это цивилизованные люди, а не убийцы. Мы с вами живём среди убийц. Какое впечатление произвёл Дугин на вас тогда, в 90-е, когда вы его видели живьём? Я, собственно, приходила смотреть не на Дугина, я приходила знакомиться с Юрием Витальевичем Мамлеевым. А оказалось, это где-то был 93-94 год, я была фактически ребёнком. А оказалось, я в какой-то квартирке, набитой странными людьми, которые как будто бы не говорили, а жужжают. И действительно, ты заходишь, и там такое идёт жужжание, такой гу, они что-то говорят, как-то ахают-охают с придыханием, что Мамлеев — это современный Достоевский. Я не как современный человек, я не встречалась с этим пиететом, нет, ну вот рядом с вами гений. Но это же не значит, что вокруг него надо бегать, как вокруг античные статуи. В этом было уже что-то ненормальное. Ненормальными, мне казались, их разговоры. Там уже звучал этот вот сленг, весь этот атлантизм, вот этот термин «примордиальный», который вообще надо бить, мне кажется. Услышали слово такое, надо бить, правда. И мне там как-то стало не по себе. Но я решила не обращать на всё это внимание, подошла к Юрию Витальевичу, подарила свою первую книжку «Аномализмом», потом звонил моей бабушке и кричал, что меня надо издавать, и что ничего подобного он вообще не видел. И ему огромное спасибо всех остальных людей, за исключением недавно умершего Дудинского и, пожалуй, ещё чуть-чуть Гейдара Джимали. Я понимаю, что, скорее всего, он сейчас бы занял какую-то мутную позицию, и я понимаю, что он тоже был мутный и шизоидный. Ну вот мы как бы лично общались, и какие-то личные вещи нельзя, тут нельзя быть полностью объективной. Но он мне казался всё-таки наиболее умным и наименее неприятным вот из этой среды. А, неприятность. Эта среда прям вся вот прям чудовищно-патологично неприятная. Представьте, что вы куда-то заходите, а по вам начинают пользоваться ящериц или какие-то червяки, или какие-то слизни. Там что-то психофизиологическое, я не знаю, что это. Кстати, их болезненная акцентуация на каких-то секс-темах, на каких-то ритуалах, возможно, это что-то связанное с какой-то сексопатологией. Хотя я думаю, господи, какая сексопатология в 21 веке, кому-то сейчас интересно, когда всё доступно и все присыщены, и ещё половина людей асексуалы, и всем на всё плевать. Но да, что-то там какая-то есть вот червоточина, вот какая-то патология. Кстати, недаром они любят все эти патологические книжки. Вот это вот всё по возрасту, вот это вот все эти крафты и бинги, которые я тоже вообще с чудовищем устарела. Они всё это читают на полном серьёзе, на голубом глазу. В общем, впечатление произвели они отвратительное. Что ещё хочу сказать. В связи с сегодняшним событием я увидела в своей ленте огромное количество людей, которые высказывают соболезнование Дугину, объясняя это своим гуманизмом или личным знакомством с ним. Всё, вот с меня хватит, я всех отфренживаю, я это всё видеть у себя в ленте не могу. Это всё можно было ещё терпеть. Я вообще, кстати, против того, чтобы запрещать какие-то взгляды, запрещать какие-то там словно книжки Гитлера, да читайте всё, что хотите. Всё это становится опасно и нерукопожатно только в том случае, когда это начинает причинять конкретный вред экономически и физически, не говоря о том, что когда от имени таких людей начинают убивать людей и уничтожать целые страны. А уничтожаются, убиваются сейчас две страны, не только Украина, но и Россия. То есть они просто приватизировали себе и говорят, что они русские, они не русские. Это антирусская политика, это русофобская политика, по сути своей. И они уничтожают страной будущее страны. В общем, я удаляю всех. Я у себя это видеть не могу. Я понимаю, что каждый имеет право на сочувствие и что какие-то пороки дочери Дугину можно списать на её возраст и на то, что она находилась изначально, выросла, была выращена как в пробирке безумия, находилась изначально в ненормальной среде. Я всё это понимаю, но вы же можете испытывать своё сочувствие частным образом. Когда вы пишете об этом публично, вы фактически официально поддерживаете расистскую политику, вы фактически официально поддерживаете убийство людей. В общем, всё это в своей ленте. Я терпеть ненамеренно и вам не советую. На этот раз у нас закончились вопросы. Огромное вам спасибо, было очень интересно. Всем зрителям и слушателям напоминаю опять про наши ссылки, про наши ресурсы, про вопросы, которые вы задаёте Алине и про помощь нашему каналу в его развитии. Огромное вам спасибо. Огромное вам объявление о том, что мы готовы выходить чаще, но мне тогда нужно понимать, кто и как готов продолжать нас поддерживать и спонсировать финансово, потому что, повторюсь, мы никак не зависим от российского государства, но в данном случае зависим от вас. Пишите, пожалуйста, об этом и поддерживайте нас по реквизитам. Присоединяюсь к просьбе. Всё, о чём мы сейчас сказали, будет в описании. Огромное вам спасибо, Алина, огромное спасибо всем тем, кто нас смотрел и слушал. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...